На Рианмар за здоровый образ жизни. Такой вывод сделали организаторы фестиваля здорового образа жизни, который состоялся в столице Заполярья. На мероприятии были представлены различные виды спорта, кулинарный мастер-класс и даже мастер-класс по фуд-фотографии. Вся жизнь Маргариты Ружниковой связана с танцами. С детства она занимается в коллективе, выступает на сцене уже более 10 лет. Любовь к движению прививает и своим дочерям. Спорт – это жизнь, уверена девушка. Делается хорошим настроением, познакомиться с интересными людьми, которые тоже любят спорт, любят танцы и спорта – это жизнь. Танцам на фестивале уделили особое внимание, ведь этот вид активности включает в себя и движение, и пластику, а также заряжает положительной энергией. Одно из направлений представленных на фестивале здорового образа жизни – это афропом, смесь хип-хопа и народных американских танцев. Можно танцевать афропом? Нет, нисколько, нисколько. Присоединяйтесь, это очень хорошо. Не зря древние племена сопровождали все праздники танцами. Они дают заряд бодрости и интенсивную нагрузку на тело. Преподаватель африканского танца пророчит ему большое будущее на севере России. Пока афропоп еще не по плану на Ямаре. Но я стараюсь. Понимаешь, у меня сейчас есть группа, которые танцуют афропоп. И мы надеемся, что люди, которые смотрят на нас, люди, которые слушают на нас, они могут приходить к нам на занятия и тоже с нами потанцевать. И я думаю, через два-три года, конечно, афропоп будет везде на Ямаре. Обязательным атрибутом здорового образа жизни является правильное питание. Участники фестиваля под руководством профессионала приготовили вкусные, а главное – полезные блюда. Домашний мармелад и курицу с овощами на пару. Фестиваль здорового образа жизни проходит в Наринмаре уже в четвертый раз. И с каждым годом его популярность растет. Программой мероприятия жители Заполярье стали интересоваться заранее, еще до объявления даты проведения. Звонили, спрашивали, интересовались. И как только объявили фестиваль, начали сразу же звонить и записываться. Но я думаю, что видно, что есть люди, и очень радует, что их больше, чем в том году. Не забыли в этом году организаторы молодых мам. Для них и малышей в программу включили слинго-танцы. Детям постарше также скучать не пришлось, пока родители принимали участие в тренировках. В зоне детского творчества их развлекали волонтеры. А любителям соцсетей удалось сделать селфи на специально организованной фотозоне. Надежда Литкова, Александр Дуркин, Телеканал Север.